ребят всем привет вы на канале куршев life я вам хочу сегодня рассказать о своем давнем приобретении моим давним надежным партнере другие товарищи в походах и да во всем практически где нет источников энергии это газовая горелка то есть система приготовления пищи года два назад я заказал себе вот такую вот с алиэкспресс это система приготовления пищи от компании и пиджи по-русски это аналог аналог таких систем как джет был это дорогой дорогая система порядка 100 долларов стоимость этой системы 35 33 доллара получается и есть еще один аналог тоже китайский с алиэкспресса это fire maple чем и отличается честно говоря не знаю поэтому там чуть дороже выходит вот такая вот комплектация коробку я очень люблю коробки за два года и зачем-то храню вот этот чехольчик черненький обычный с затяжкой у меня кстати за два года так и не порвался рекомендую вот что у меня сейчас есть то есть это базовая комплектация котелок вот такая система приготовления пищи сам котелок это анодированный алюминий его максимальный объем 1,4 литра сверху неопреновые вот этот чехольчик ручки ручки складываются ручки прорезиненные поэтому когда котелок нагревается его можно прекрасно держать за эти ручки а можно прекрасно держать вот за этот неопреновую неопреновый чехол то есть это теплоизоляция скажу внизу как раз таки вся фишка вот этой вот системы приготовления это ветрозащита скажем так и радиатор то есть за счет этого должна вода быстрее закипать объем 1,4 литра это максимум тут стоит рисочка 1 и 1 литра и 0 08 литра написано 8 литра максимум очень странный максимум почти где-то наполовину но наверное чтобы не расплескивалась это все у нас имеется еще вот такая силиконовая крышка причем она одевается достаточно плотно и за два года она не потеряла своей плотности что удобно поскольку если не дай бог вы что-то приготовите и заденете котелок он у вас упадет то произойдет не да хотя бы не выявляться отсюда да и вода расплескается но не вся здесь есть отверстие для выхода пара ну либо для слива макарон и отверстие чтобы налить отсюда воды газовая горелка достаточно простая здесь есть регулятор подачи газа и автоподжиг прекрасно работает по качеству сборки горелки у некоторых возникают вопросы дело в том что с китая она иногда приходит не очень скажем так готовы к эксплуатации то есть мне на допустим пришла и вот эти вот пути для выхода газа скажем так были немного забиты не знаю чем я взял обычную иголочку проковырял что-то разобрал здесь все разбирается с помощью плоскогубцев разобрал проковырял все прекрасно заработала газ пошел до забыл давайте взвесим все это вот кстати сюда входит вот этот сама горелка и сюда же еще входит 230 кромовый баллон то есть у меня вот сейчас на тесте будет вот такой большой я уже запас на следующий год но если у вас будет 200 баллон 230 грамм он прекрасно сюда входит закрывается то есть это компактная система в меру компактная и так вернемся 1 вернемся назад у меня есть весы вес горелки вместе с чехлом 448 грамм ребят 448 грамм теперь собрать разобрать тут нет ничего сложного берем обычный газовый баллон вот такой следопыт давайте мы взвесим сколько интересно в нем газа сейчас здесь 637 грамм 637 грамм и мы сейчас ради эксперимента в идеальных тепличных условиях скипятим 11 литр воды 637 грамм 637 собираем вот этот вот регулятор газа открываем просто накручиваем ставим нашу систему ну достаточно плотно кстати у некоторых не плотно садится вот это вот сама сам котелок на крепление газовой горелки у меня это достаточно плотно садится и достаточно легко выходит вот здесь вот есть такие вот пазы они достаточно понятны все защелкнули готова дольем воды давайте наоборот литр воды закрываем ставим на горелку готова теперь мы включаем газ пошел процесс засекаем вот здесь вот будет таймер поехали все ребят готова вот у вас на экране время за которой закипела вода то есть один литр воды да кстати я держу то есть спокойненько кипяченую воду можно так можно за ручки это не опасно и не сильно горячо давайте проверим сколько газа на это на все ушло 627 грамм осталось 10 грамм 10 грамм ушло на кипячение одного литра воды для меня нормально абсолютно сравнение с другими газовыми горелками без ветрозащиты экономия где-то в полтора раза выходит для экономии веса это очень хорошо теперь что можно с помощью этой горелки делать это кипятить воду это варить несложные супчики это заваривать макароны что-то вот такое вот ни в коем случае не рекомендую две вещи первые готовить что-то в палатке я не пробовал никто разумный человек вам этого не посоветуют потому что это все может закончиться очень трагически и второе это не нужно жарить на этой горелке что-то прямо в котелке котелок вещь достаточно не приспособлены для этого и здесь нужно использовать переходники я купил себе вот такой вот переходничок нужно было брать сразу если честно с горелкой но мне пришлось покупать отдельно потому что ну немного я тормознул он ставится вот на эту вот горелку вот такая конструкция получается и вот здесь вот уже вы можете прекрасно готовить что-то на сковородочке я обычно беру с собой небольшую сковородку и с утра готовлю здесь яичницу что-то за сосиски пожариться такие вот вещи прекрасно ставить небольшой ветрозащиту и все если будете готовить в котелке я ребят попробовал я честно скажу я попробовал и когда я приготовил яичница в котелке получилось то что в том месте где не было масла а у меня яичница пригорела и вот тоже где я пригорели это место где пригорела я потом очень долго и нежно очищал чтобы не соскоблить все покрытие с алюминиевой емкости не нужно жарить и будет все прекрасно все по недостаткам наверное все меня эта система очень сильно спасла на в моем путешествие точнее на отдыхе в оленевке когда готовят готовили все на обычной газовой плите а здесь мы кипятили воду под тот же самый чай то есть прекрасно очень быстро пять минут готова чай попили на основной горелки у нас готовилось что-то там жарилась варилась что-то еще такое баллоны туристические идут естественно закручивающиеся вот эти цанговые которые просто защелкивается и рассчитывайте на это на некоторых в некоторых российских городах таких баллонов нет более простые есть другого типа посмотрите ребят сейчас должно быть видно я включу баллон включу горелку и мы с вами посмотрим как регулируется пламя на горелке то есть вот этот максимум ну вот наверное минимум для чего показываю регулировку мы в один из походов брали с собой даже гейзерную кофеварку она должна работать именно на таком маленьком огне к сожалению нас правильно не получилось приготовить кофе потому что вот этот маленькая и огонь он сбивается то есть небольшой ветерок он его прям вот очень сильно колышет и получалось приготовить кофе только на каком-то вот типа вот таком вот варианте но он очень быстро закипает но кофе все равно получилось вкусным а так регулировка газа чтобы что-то поджарить она очень точная и великолепная и так ребят моя оценка этой системе приготовления пищи apg это 10 баллов из 10 почему так высоко никаких ни разу не подвела меня эта система всегда полезная всегда нужная вес не очень большой функционал практически для обычного человека который не увлечен там великими скалолазаниями не поднимается на высоту 10 тысяч метров там 8 9 для обычного туриста это великолепное решение всем рекомендую ссылочка на данную систему и на сам товары продавца будет в описании до сих пор продает эти системы есть комплектация обычная есть комплектация вот с таким переходничком есть комплектация еще с подставкой под газовый баллон кстати вот этот переходник у меня почему-то не лезет в мою систему точнее в котелок хотя он должен залазить и вместе со всем с этим находиться вместе с баллоном на 230 грамм и вместе с горелкой но я и заказывал вот этот переходник его заказывал отдельно не у этого по моему производителя и возможно из-за этого он как раз таки сюда и не лезет вот так вот хочу сказать огромное спасибо своим подписчикам за то что лайкаете комментируете и смотрите вообще мои видео очень рад это меня просто безумно стимулирует и почаще стараюсь снимать полезные нужные видео к сожалению у меня не очень много времени но я поверьте постараюсь всем ребят пока если понравилось видео ставьте лайк жмите колокольчик и подписывайтесь на канал всем удачного сезона не болейте пока пока пока